Так здорово быть здесь. Для нас это была великолепная возможность. Вы знаете, что мы по пути в Самарканд. Поезд привез нас сюда, в Санкт-Петербург. И отсюда мы летим в Самарканд. Так здорово вас видеть всех. И так великолепно видеть Божью верность. Для Его людей. Это означает для вас. Вы Божьи люди. И поэтому вы удивительные люди. Потому что вы доверились Ему. И то, что Пастор Владислав делился. Об Агнце Божьем. Это удивительно. Приветствия из Финляндии. Финнская церковь любит вас и молится за вас. И так удивительно размышлять о том, насколько мы едины в Господе. И мы иногда нуждаемся друг в друге. Встречаемся. В различных частях мира. В Финляндии, в России где-нибудь. У меня есть послание для нас сегодня. И оно очень хорошо совмещается с тем, чем делился Пастор Владислав. Но давайте попросим Бога благословить и помазать эту проповедь. Господи, мы полагаемся на Тебя в этот вечер. И мы уже благодарим Тебя за то, что мы слышали сегодня. Об этом парализованном человеке. И Ты задал ему вопрос. Господи, как Ты повелеваешь благословение. И мы также просим Тебя благословить эту проповедь. Пусть это исходит из Твоего сердца нашему сердцу. Во имя Твое, Господи, мы молимся. Аминь. Аминь. О, и так замечательно просто видеть Ваши лица. Я мог бы просто стоять и наслаждаться Вами. И затем просто сесть обратно. И я уже этим благословлюсь. Последнее время я размышлял о совершенстве Бога. Насколько Бог совершенен. Вы верите в это? В нем нету никакой... В нем нету никакой... Вины, темноты... Его мотив, чистая любовь в отношении нас. Откроем второзаконие 32 главу. И в четвертом стихе. Он твердыня. Он твердыня. Совершенно дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. У меня есть вопрос Вам. Верите ли Вы, что Бог может совершать только совершенные вещи? Все Его дела совершенны. Он сам совершенны. И все, что Он делает, это совершенное дело или деяние. И если Вы захотите дать заголовок к этому, к этой проповеди, это было бы похоже вот на что. Совершенный Бог и логическое мышление. Если Вы подумаете о том, что Бог совершенны, И логическое мышление было бы следующим. Если Он совершенны, то все Его действия тоже совершенны. Очень логичны и очень просты. И когда Он сотворил мир, Он просто подумал, и это произошло. И это было совершенно. И то, о чем мы размышляем больше всего, это работа Его искупления. Конечно же, мы помним об этом. В Иоанна 17 главе, в 4 стихе, Он говорит Отцу, Отец, я завершил работу, ради которой Ты послал меня. И это удивительно, что это греческое слово «перфект», я имею в виду «финишь работу». Интересно, греческое значение этих слов «завершил работу». Оно включает в себя идею совершенности. Интересно, что когда Бог послал Своего Сына искупить нас, когда Он завершил работу, и когда Он возгласил в Иоанна 19.30, что все завершено. Это означает, что все, что необходимо было от человека, Он сделал это для нас. Он завершил это. Все было завершено. Вы можете себе это представить? И для нас. И это удивительно. И если Он совершил все для нас, следующий шаг, подумайте вот о чем. Когда Он действует в нас, Его работа также совершенна. В Иоанна 5.17, Господь говорит, «Мой отец по-прежнему действует, и Я по-прежнему действую». Это означает, что Он сделал все для нас, и теперь Он действует в нас. У Него есть маленькие инструменты в нашем сердце, совершая Свою совершенную работу. Какой следующий шаг? Через нас. Через нас. Правильно. И Он действует через нас. Когда Он созидает Свою Церковь. И все будет совершено. Совершенно в конце. Вы можете себе представить? Его работу для нас. Его работу внутри нас. И Его работу через нас. В результате будет совершенный человек. Можете себе представить, что в один день, когда мы окажемся лицом к лицу с Богом, Бог будет стучать по плечу. Хорошая работа. Хорошая работа. Он не скажет, что я натворил. Он скажет, хорошая работа. Возможно, отец, кто запланировал все, скажет исполнителю плана Своему сыну. Замечательно, мой сын. Замечательно, мой сын. Замечательно, мой сын. Ты завершил работу. Ты совершил работу. Ты создавал совершенный продукт. Совершенного человека. О, вау. Я признаю, что об этом трудно думать, размышлять. Потому что мы себя чувствуем настолько несовершенными. Потому что нам, мы, мы, мы нуждаемся во множестве вещей. У нас есть наши болезни. Наши болезни, наши страдания. Но в один день. И вы не сможете избежать этого. Потому что Бог запланировал это. Интересно, что Он предузнал это. И Он предопределил нам быть подобно Его сыну. Вау. Замечательно. В один день. Вау. Будет такой день. Когда мы увидимся. Помните отрывок в первое послание Петра в 18-19 стихах? Первое слово там, зная. We can turn there if you like. Давайте откроем. 1 Peter 1. 1 Петра 1 глава. Verse 18. 18 стих. So, the first word is knowing. Первое слово, зная. That you are not redeemed with corruptible things like silver or coal from the aimless conduct received by tradition from your fathers. Что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Это первое, что мы знаем. Мы не искуплены от всего, что исчезнет. Серебра недостаточно. Золото недостаточно. Золото недостаточно. Но в 19 стихе. Но драгоценную кровью Христа. Как непорочного и чистого агонца. Зная. Знаем ли мы, что совершенный план Бога, агонца, удалил наши грехи и принес совершенство. Он завершил работу для нас. Он завершит работу в нас. И также Он завершит работу через нас. Я часто удивляюсь жизнью Павла. Вы помните, каким Он был перед спасением. Он преследовал церковь. И Иисус явил Себя Ему. И Он раскаялся. Затем Он начал ходить с Богом. В то же самое время Бог работал в Нем. И через Него. И какой удивительный человек. Наверное, Он особенный человек. Да и нет. Конечно, особенный человек. Бог избрал Его. Но знаете что? Он также избрал нас. И у Него есть план для нас. И у Него есть призыв для нас. И это не меньше совершенства. И это самый совершенный человек. Божья работа совершенна. И что сейчас мы делаем? Конечно же, мы благодарим. Но перед этим. Мы размышляем. Мы думаем. Часто христиане не приходят к корням. Что означает завершенная работа Христа. Божье величие и совершенство. Но снова и снова мы видим через всю Библию. Что Бог приглашает нас размышлять с Ним. Настолько, что в 1 Коринфянам 2.16 говорится. Что у нас есть ум Христа. Это означает, что у нас есть орган мышления. И мы можем размышлять с Ним. У нас есть наши Библии. Правильно? Мы читаем Библию. Но также Бог приглашает нас размышлять с Ним. Размышлять с Ним. Один из замечательных отрывков касательно этой темы. Это Исайя 1 глава 18 стих. Он говорит, приди и давай подумаем вместе. Let us reason together. Подумаем вместе. Let's think about this. Давай подумаем об этом. Your sins are... They are red. Твои грехи, они красные, багрянные. But I will wipe them away. Но я убилю их. And you will be pure. И ты будешь чист. Come, let us reason together. Приди, подумаем вместе. Псалом 1, verse 1. Псалом 1, verse 1. Blessed is the man. Блажен человек. Let's read that. That's an amazing place. Давайте прочитаем. Это удивительно отрывок. Verses 1 and 2. Psalm 1. Первый, второй стихи. Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивый. There's all kinds of counsel in the world. В мире столько много советов. But what is the counsel of God? Но какой совет Божий? Let us reason together. Давай подумаем вместе. Together with Him. Вместе с Ним. Nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scornful. Не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разратителей. Но что Он делает? Но в законе Господа воля Его. Но радуется. Он любит Слово. Он читает Слово и размышляет. Он размышляет о Божьем учении. О законе Господнем. И он размышляет день и ночь. Он размышляет с Богом. У него есть логическое мышление. Бог совершенный. Все Его дела совершенны. И в результате... Ничего не меньше, как только совершенны. Ничего не меньше, как только совершенны. Думай логически. Что Вы думаете об этом? Да. Удивительно, Боже. Ты совершил это. Это все от Тебя. Ты сделал это. И теперь мы только наслаждаемся этим. И какой логический результат мышления? Совершенное благодарение. Конечно, когда мы осознаем... О, удивительно! Все от Тебя. И слава затем исходит прямо из глубины нашего сердца. Ничего поверхностного. Ничего душевного и плотского. Но это чистый Дух Божий. Который говорит... Спасибо, спасибо, спасибо. Ты удивительный Бог. Ты совершил это ради меня. И теперь я благодарю Тебя. Я даю Тебе... У меня ничего больше нету, кроме благодарения. И Бог говорит... Этого достаточно. Это совершенно. Даже не пытайся делать что-либо другое. Просто благодари, и я счастлив. Ты осознал что-то. Shall I continue, or... This is... I can continue? Okay. Psalms 92. Псалом 91. Verse 4. Четвертый стих. For you, Lord, have I made glad through your work. I will triumph in the works of your hands. 92, verse 4, in English. 91, verse 5. 91, verse 5. 91, verse 5. For you, Lord, have made me glad through your work. I will triumph in the works of your hands. Я буду радоваться делами рук Твоих. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? Like... When we understand what we just shared. Когда мы понимаем то, чем мы только что поделились. Прежде всего, я действительно счастлив. Это то, что делает меня действительно счастлив. Ты совершил все совершенным образом. И я просто принимаю это. Второе. Я буду восхищаться делами рук Твоих. Когда дьявол осуждает меня. Когда он атакует меня. Я скажу ему, ты будешь под моими ногами. Потому что Иисус уже совершил все. Он уже совершил работу. И на этом все. And verse 5. О, Lord, how great are your works. Шестой стих. Как велики дела Твои, Господи. Дивно глубоки помышления Твои. Они очень глубокие. Но удивительно то, что Бог приглашает меня. Лиза, подойдите. Давайте подумаем вместе. И вы можете вставить свое имя. Придите, давайте подумаем вместе. Давайте поразмышляем об этом. Я возлюбил вас так сильно, что я послал своего сына. Мои работы совершенны. И результат совершенства. Давайте подумаем об этом вместе. Да, ваши грехи велики. Но моя работа намного величественнее. Это наше логическое мышление. And no credit is given for a man. No credits for men. No love. Ничто человек сам не сделал. И ничто человек сам не сделал. И мы можем завершить несколькими отрывками из послания к евреям. Chapter 2, verse 10. Вторая глава десятый стих. For it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. 10 стих. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все, и от Которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Когда Иисус страдал, это сделало Его совершенным Спасителем. Он совершенный Спасителем. And then chapter 5, 5, 9 стих. And having been perfect, He became the author of eternal salvation, all who obey Him. И совершившись, сделался для всех послушных Ему, виновником Спасения Вечного. What kind of salvation? Какого спасения? Eternal salvation. Вечного спасения. And then chapter 7. 7 глава. And verse 25. 25 стих. Therefore He is also able to save the othermost, those whom come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. So He saved us to the othermost. И Он спас нас через других. До конца. До конца. До конца. The othermost. До конца. Meaning all the way. До конца. До конца. Until the end. До конца. Мы можем думать об этом, размышлять об этих вещах. Они делают нас счастливыми. И когда мы счастливы, мы совершенным образом благодарим Его. Это наше логическое мышление. Хорошо? Господи, мы просто просим Тебя, яви нам эти вещи. Мы прочитали эти стихи. И мы просим Тебя, совмести их вместе таким образом, чтобы из нас, из нас, из нас, из нас. И сходило это совершенное благодарение и хвала Тебе. И мы просим Тебя, Духом Святым. Помоги нам поразмышлять об этих стихах. Чтобы мы могли размышлять и быть счастливыми. И Господи, благослови этих драгоценных людей. Ты в точности знаешь, что происходит в нашей жизни и в нашем сердце. И мы просим Тебя, исцели, ободри и назидай каждого. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.